Добрый день, дорогие друзья! Всех приветствую на канале Боженит и Омская область С вами я, ее ведущий Влад Сегодня будет ролик о животных Я затрону тему имбридинга Мы с женой не зоотехники и к животным имеем посредственное отношение Но, тем не менее, читаем соответствующую литературу Интересуемся в свой большой практический опыт Каждый может открыть в Википедии тему имбридинга И посмотреть, что это такое Что это такое имбридинг? Это родственность Есть имбридинг тесный и умеренный В результате умеренного имбридинга Выведены все основные и популярные породы крупного рогатого скота Какие? Гольштайн Местные геррифорды Джерси Айширы И тому подобное Но эти породы выведены Значит, за границей В Европе У нас же Спрашивали, какие породы мы держим Значит, и Я так понял Для того, чтобы Каждый хочет Держать Как можно меньше голов И как больше получить от них Прибыли То есть, либо направление мясное Как крестьяне В Восточном Казахстане Или, как вы Молочное направление Как можно больше молока Ну, для Западной Сибири И вообще Всем, кто Живет за Уралом Те европейские породы По моему личному мнению И по нашему опыту Они не подходят Какие породы мы держим у нас? Ну, тогда спрашивал, значит С маленького хозяйства Я Куневский тоже интересовался Какие породы? Какие породы? Я покажу И покажу результат Имбридинга Местных пород Каких местных пород? Это красно-степной И черно-пестрой Черно-пестрой Порода была Во всей Западной Сибири Омск, Новосибирска, Курганская область Привезены они были Завезены из Москвы И, значит Путем осеменения Какие у нас породы? В свое время мы Также брали в хозяйстве пород Держали их Меняли В результате умеренного скрещивания Появились у нас определенные породы Вот результат этого имбридинга Вы можете сейчас увидеть Брали мы для того, чтобы избежать тесного имбридинга То есть скрещивание То есть скрещивание между близким родством От, значит, быка и его, значит, деток Либо матери, значит, покрывание быком Значит, мы с этим боремся Потому что я понимаю, что И мы на своей практике знаем Если только допустить родство То поголовье Молодняк будет слабый Уже не будет Будет слабо расти Корво не будет давать столько молока Сколько бы хотелось Поэтому мы своими силами боремся Как боремся? Значит, периодически Покупаем, ищем Телят Ну, не с хорошей родословной С хорошими данными Своё стадо Своё У нас, конечно, не так их много Но тем не менее Мы стараемся не допустить Тесного имбридинга Брали, значит, в райцентре Было хорошее хозяйство Значит, на закате Даже еще до 2000-х годов Значит, был зоотехник Чубатова Она этим плотно и тесно занималась Закупали, значит, привозили с Москвы Семя И покрывали своих местных коров Значит, вот какие привозили семя Как она нам объяснила Значит, красно-пестрой породы Вот в результате скрещивания Значит, у нас нету Как-то здесь Своего, значит, осеменяющего фонда И никто не занимается осеменением Просто мы покупали, значит, в январе Телят Новороченных Ну, там, недели, 10 дней Выращивали их до зрелого возраста И потом этих быков оставляли у себя Значит, были у нас гольштайны Вырастал огромный черный бык Крыл своих коров И также, значит, ну, сразу несколько быков брали Вырастали и красно-пестрые Значит, вот по красно-пестрой породину Можно посмотреть Вот яркий представитель Это у нас, он декабрьский теленок Вот эти вот телята Красно-пестрые Ну, это, я не знаю, январь, наверное Январские А это вот черно-пестрые Это, ну, мы их недавно только на улицу выпустили Мартовские Мартовские, да Мартовские телята По телятам размер и возраст определить сложно Но, тем не менее, я вот посмотрел, как там покупают гольштайнов Гольштайнов Привозит их домой Телята вялые Еле ходят Слабо дышат Ну, естественно, какой из них будет результат Нашим телятам Проходит три часа Только он обсох Встает на ноги И уже пытается задирать ноги Бегать и прыгать В основном Вот сейчас мы сходим Вот я показал просто телят У нас не все еще коровы телятся Еще будут телиться Но я выгнал тех, которые телились Тормозди сейчас, сходим туда Вот у нас бык, ассиминатор Подводите-ка маленько Покажите Наша традиционная порода Западной Сибири Это красная степная порода Чем она отличается? Высокой выносливостью Всю зиму Что-то будет сарай Вообще не знает Всю зиму живет на улицу Даем мы конечно Сейчас он происхудал Ну выйдет на сочные карманы Конечно поправится Шерсть Позже не доберешься Всю зиму живет на улице Никаких проблем Он кроет Наших кров И годовалые на улице Не мерзнут Вот это мы брали тоже в хозяйстве Но это уже не она сама Это уже наверное третье поколение Вот смотрите Я показывал Московская красная Краснопестрая Вот чернопестрая порода Конечно мы каждый год делаем выбраковку Отсеиваем тех коров Которые нам не нужны Как не нужны? Проводят обработку Берут кровь на исследование Если подтверждается Какой-либо вирусоноситель Ну обычно ликоз То есть мы дублируем исследования Сами ввозим результаты исследования В город, в лабораторию Если подтвердилось Значит мы от них избавляемся То есть сдаем на бойню За этим следим Чтобы у нас ликозного По голове вообще не было Коровы разные В основном Краснопестрая И чернопестрая Это вот все наши Коренные породы Которые держали Хозяйство на нашей территории Конечно у меня была И айширская корова Но чисто айширки сейчас нет Сейчас мы подойдем Посмотрим ее Что от нее осталось Конечно Чтобы скотина была породистая Этим должен заниматься зоотехник У него определенный журнал Он ведет это учет Все это сделано Организовано на научной работе Тогда уж зоотехник Можно точно сказать По теленку Сколько процентов У теленка Проявилось Породы От краснопестрая Либо от чернопестрая Либо от айширской Сейчас пойдем Айширскую найдем Но там тоже Наверное процентов 60 от айширки осталось Ну иди потихонечку за ней Сейчас я просто Буду рассказывать Включай я буду говорить Иди за ней Убегает Корова Не можем до нее дойти Уходит Вот Молодая корова 50 процентов У нее айширской крови Вот ее видно В чем ее отличие Она меньше размером По высоте У нее Своеобразные рога Совсем-то Совсем другого Другого вида Сколько бы ее не кормили бы Значит она все равно Не будет Толстая и плотная Она будет такая Кослявая Значит она молодая В имя у нее конечно еще вырастет Она еще не телилась просто Она в ее не телиться была Да Ну ты скажи я откуда знаю Она еще не телилась Поэтому у нее в имя нет Мы привозили себе Чистокровную айширскую Корову Жила у нас она лет Наверное 12 Ну Все хорошо Молоко дает хорошо Значит нашу зиму Переживает Обрастает она шерстью Аклиматизируется Но У нее В чем Особенность У нее очень большое вымя Вот У айширской породы Меня показывает У нее очень большое вымя Малорослые коровы Большое вымя И получается Когда она идет со стада У нее вымя Прям птички Касаются земли Эти породы Не для больших пробегов Пробежей У нас только до сада Нужно идти По дороге Километров 6-7 А там они еще ходят По полям И этой породе Тяжело ходить Переходы на большие расстояния Как только дело к осени Вымя увеличилось И начинаются проблемы С выменем Какие? Начинается мастит И в общем Мы бы ее так и держали Но Вот эти маститные проявления Каждый год Они стали проявляться Сильнее, сильнее и сильнее Показываю Ничего там Сильнее и сильнее Эти маститные проявления И нам пришлось Ее сдать Ну от нее Конечно Мы крыли своим И черно-пестрым И Горштайном крыли Остали Значит Свои Породы Где там 50% Присутствует Аширской Либо черно-пестрой И вот Сейчас вот их можно смотреть Уже нет такого Чтобы Точно Конкретно Была Конкретная Порода А они Где-то 50 40 До 60 Процентов Что из них Что наследует Ну мы Стараемся Вот таких коров Которые Сейчас я пригоню Тормозни Мы В общем Стараемся Делать так Чтобы Тесного Имбридинга Не было Если Постоянно Каждый год Занимаемся Селекционной Работой Направление Чисто Молочное Те коровы Вот как Вот это Можно показать Вот красные Она Отелилась Недавно Красная Степная Порода Сколько На 3 месяца Отелилась Но она Отелилась В конце Ноября Ну Как Недавно В конце Ноября Ну короче В общем Она не дает Столько Молока Сколько Б хотелось Она Питается И ест На себя Вот 3-4 месяца Она дуется А потом Все Сокращается До минимума Вроде как Дает молоко Но мало Нас это не устраивает Таких коров Мы как правило Не держим От них избавляемся Короче Я подведу Итог Надеюсь Что все Поняли Что такое Имбридинг Что такое Тесный Имбридинг И умеренный Имбридинг С этим Явлением Мы Стараемся Бороться Держим Своего Быка Кроем Своим Быком Нашим Своих же Коров Но делаем так Чтобы Родства Прямого Между Быком И кроющими Коровами Не было Кому Интересна Была Эта тема Подписывайтесь На канал Я и дальше Буду Показывать И рассказывать О коровах Много Что интересного Понравилось Поставьте лайки Не понравилось Ну что ж Дизлайк Ладно До скорых встреч Пока Друзья